И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами обратимся к иконе Святейшего Патриарха Тихона. Сама идея написания иконы возникла после канонизации святителя в 1989 году, когда затем в 1992 году в Малом соборе Донского монастыря торжественно были открыты его святые мощи. Святейший Патриарх Тихон Василий Иванович Белавин родился в 1865 году в семье священника, затем окончил Псковскую семинарию и Санкт-Петербургскую академию. С 1898 года становится епископом Люблинским, затем епископом Аляскинским и Алиутским, затем он становится архиепископом на Ярославской кафедре и на Литовской кафедре. С 5 ноября 1917 года Всероссийским поместным собором по жребию был избран патриархом московским и всея Руси. Святитель Тихон стал олицетворением кротости и смирения, но был непреклонен и тверд в управлении церковью. Необходимость создания подобной иконы осознали все православные люди, искренне любящие и почитающие святейшего патриарха Тихона, приходящие в Донской монастырь, чтобы поклониться и помолиться пред его святыми мощами. Создание подобной иконы возвращает нас к традициям русского иконописания. Необходимым условием подобного изображения было сохранение дистанции между миром идеальным и миром реальным, обогащая живопись новыми сюжетами, русские иконописцы позволили себе ввести в икону ряд деталей, нередко почерпнутых из жизни святителя. Однако это и не ограничилось лишь самыми необходимыми элементами, не нарушая гармонии умозрительного мира. Иконописец помещает в центре иконы поясной образ патриарха Тихона. При разнообразии цветовой гаммы колорит иконы достаточно гармоничен. Цветовая сдержанность изображения обуславливается тем, что святейший патриарх Тихон последние годы своей жизни был мучим и гоним революционной властью, и ушел он из жизни в самое тяжелое для его Родины время. В годы гонений и расколов он сохранил церковь в чистоте православия. Патриарх благословил добровольную передачу церковных ценностей, не используемых в богослужении, в помощь голодающим, но протестовал против насильственного их изъятия. Это было расценено советской властью как саботаж и послужило поводом для гонений в апреле 1922 года. Святейший патриарх Тихон был арестован и находился в заключении до июня 1923 года. Его исповедническая жизнь была непрестанным подвигом и закончилась приставлением ко Господу 25 марта 1925 года, в самый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Сейчас святые мощи святейшего патриарха Тихона находятся в соборном храме Донского монастыря города Москвы. Мы называем святейшего патриарха печальником всей нашей России. И действительно, он настоящий печальник и молитвенник, потому что арестованный и закрытый видел даже за стенами и молился о своем народе, чтобы тот не отошел от Бога. На иконе святейшего патриарха мы видим настоящим первосвященником и мучеником за нашу Святую Русь. 21 апреля, в четверг, в православном календаре значится День памяти святителя Келестина, Папы Римского. В переводе с греческого его имя означает «небесный». Он был ревностным побурником православия, жил во время царствования святого царя Феодосия-младшего. Будущий папа римский получил хорошее образование, прекрасно знал философию, он усердно изучал священное писание и размышлял над богословскими вопросами. После смерти святого папы Бонифация I святой Келестин был избран на епископскую кафедру Рима. В то время возникла ересь Нестория. На Поместном соборе в Риме в 430 году святитель Келестин разоблачил эту ересь и Несторий был осужден. Последующие два года после собора святитель неустанно проповедовал истинное учение о Христе как о Бога-человеке и мирно скончался 6 апреля 432 года. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое.